Участвуя в развитии своего города, до 30 мая листинцы могут принять участие во всероссийском рейтинговом голосовании по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в 2022 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Напомню, по результатам первого этапа наибольшее количество голосов было отдано скверу у кинотеатра «Родина», парку «Молодежный» и «Аллея героев». Выбрать дизайн-проект можно через портал госуслуги и на сайте, который указан на ваших экранах. Участвовать могут все граждане старше 14 лет. Чтобы помочь жителям региона определить наиболее важные для них объекты благоустройства, консультации в Элисте проводят волонтеры проекта при содействии Минспорта Калмыкии, Республиканского центра молодежи и Ресурсного центра добровольчества «Добро в Калмыкии». Я выходила на парк «Дружба» для голосования и в день у меня голосовало в районе 30 человек. Сейчас на данный момент есть две точки, которые постоянно у нас стоят. Это на первом микрорайоне в МФЦ и на Хрущево. Там наши волонтеры стоят с утра до вечера, а мы в мобильную группу выезжаем по организациям. Временно исполняющая обязанности министра ЖКХ энергетики Виктория Мангутова воспользовалась услугами волонтеров и сделала свой выбор в пользу благоустройства парка «Молодежный». Кроме того, параллельно идет голосование по выбору общественных территорий и дизайн проектов в семи муниципальных образованиях Республики. Мы получаем ежедневно статистику по голосованию. На сегодняшний день уже более 5000 жителей нашей Республики проголосовали. Республика Калмыкия активно участвует в реализации проекта формирования комфортной городской среды. С 2017 года у нас в 12 населенных пунктах Республики уже проведены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий. Все это, конечно, мы делаем для того, чтобы повысить комфорт проживания наших граждан.